Если будет у нас крепкая семья, значит крепкое племя будет, крепкий род, крепкий народ, и крепкая держава будет. То есть строительство державы начинается именно с семьи. То есть это основной кирпич любого общества. А если семьи разрушены, и держава никакой не будет. Так же? То есть нас просто уничтожат там. То есть если хотят нашу территорию враги захватить, так они захватят. Достаточно семью разрушить. Так же? Так поэтому в первую очередь именно государственные чиновники, они должны стоять в защите именно семьи, восстановления рода племенного строя. Если они этого недопонимают, ну значит мы им должны подсказать, как это правильно нужно делать. Как нужно управлять именно всем государством, с чего родина-то начинается. То есть основу поняли, ради чего все это делается. Ну а теперь это как бы стратегия, можно теперь к тактике вернуться. Стратегическое понятно, да? Ради чего все это делается. Ну а теперь тактически. То есть, ну как у нас в различных народах, в книге описывало, выбирали себя мужей, там женщины. Это не нужно, наверное, да? Все в теме. Значит, давайте тогда начнем с того, как выбирать супругов. Вот сейчас молодежь сами себе выбирают. Вот можно ли с их опытом, с их информированностью, можно ли доверить молодежи? Молодежи, вот это очень важное дело. Вот смотрите, свое окружение, так же? Сколько сейчас разводов? Какой процент? Вот сегодня люблю, завтра разлюблю. И все, семья разрушается. Да, дети все, без родителей растут. То есть наши предки знали, что это невозможно сделать. То есть доверить такой выбор можно лишь только родителям. То есть по нашей традиции выбирали супругов всегда родителей. То есть если он нормальный хозяин, нормальный мужик, он своим детям счастья хочет, нормальных семейных взаимоотношений. А у детей еще ветер в голове, они не понимают, что нужно, а что не нужно. Поэтому дети, если вырастает в нашей традиции, у них доверие к родителям. Что родители никогда плохую пару не найдут. А ответственность уже на родителей. То есть это все, отец смотрит, ага, вот сын, допустим, растет. И вот ему нужно женить его. Нужно хорошую породу восстановить. И вот он ищет нормального хозяина. С хорошими генами, с хорошим воспитанием, чтобы у него там дочка была. Если он находит такого мужика, вот он к нему приходит, говорит, ну, друг, вот у тебя дочка растет, а он у меня сын. Я вижу, что ты нормальный мужик, гены у тебя хорошие, давай породнимся. Он говорит, а ты воспитал своего сына, соответственно, что самое ценное женщина может от мужчины получить. Все помнят? Женскую долю. То есть это вскрытие генной памяти. Если мальчик не владеет этой наукой, то зачем он женщине нужен? Ведь это самое ценное. Если женщина лишается женской доли, то зачем ей вообще жить? Вот были времена, когда наши девочки знали, что это такое, что они могут потерять. Если их пытались изнасиловать, то они предпочитали смерть. То есть вот это настолько ценно, что жизнь это второстепенно по сравнению с женской долей. То есть тогда никакой эволюции не будет. Ну смысла женщины нет жить, если она этой женской долей лишилась. То есть женская доля это вскрытие генной памяти. То есть она имеет способность пользоваться опытом своей матери, бабки, прабабки. То есть по женской линии вся информация вскрывается. То есть если информация-то не вскрывается, то как она может нормальную семью содержать? Как она нормальных детей может рожать? То есть это невозможно. Поэтому в первую очередь я спрашиваю, а ты научил своего сына? Он вскроет генную память моей дочери. Я говорю, да, гарантирую, я научил. Я говорю, а ты гарантируешь, что твоя дочка чиста? Ну что такое телегония все, наверное, знают. Так же? Поэтому в ответе за это отец. И я у отца спрашиваю, ты гарантируешь, что она чиста? Он говорит, все, гарантирую. И вот тогда необходимо уже смотрины проводить. Потому что, может быть, мы и нормальные как бы мужики, а может они на полевом уровне не сходятся. Так же? Вот тогда мы сводим маложон. Это смотрины называется. То есть я своему сыну говорю, не дай бог там девочку испортишь. Я тебя вообще прокляну, из рода выгоню. И он своей дочке говорит, ты проверь. Что-ка там в мешке брать? Вскроет он на полевом уровне? Ты просмотри, сумеет он это вскрыть или не сумеет. Ну, чтобы действенность сохранилась. И мы их оставляем одни на ночь. Пусть они там голиком в одной постели лежат, обнимаются. Целуются. Ну, чтобы никакой похоти не было. Девочка в первую очередь будет смотреть, на каких энергетических центрах с ним связь можно наладить. Если не на всех центрах, то зачем он нужен? Он не скроет генную память. Если он этого не умеет, и вот они прокачивают энергию. То есть дети обучаются этой науке во время плясок, танцев, хороводов. Вот наша традиция. Управление половой энергией. Если мальчик не умеет это делать, то как он генную память скроет? То есть он не умеет. То же самое он у девочки проверяет. То есть будет она нормальных детей рожать? Или она ничего не умеет? Если она невеста, то зачем она нужна? То есть вы знаете, если веста, та, которая обучается, да, помните? Ведунья, когда выучилась, и ведьма, когда уже нарушала нормальных детей. По нашей традиции. А невеста, это та, которая вест не получила. То есть не умеет, ничего не знает. И он приходит ко мне утром, говорит, папа, да она невеста. То есть она ничего не умеет. Зачем она нужна? Так же? Я подхожу, говорю, что же ты мне обещал, что она все умеет? То есть ничего не срастется. Или девочка приходит к своему отцу, говорит, а я попробовал, а он ничего не умеет. Или у нас не получается. То есть хоть он и умеет, но он не любит меня. И он говорит, ты знаешь, у нас ничего не получится. И без обид тогда расходятся. Я ищу другую там супругу своему сыну. Но вот когда нахожу достоинство, и когда сын говорит, о, вот она действительно все умеет. И она к своему отцу. Да, он умеет. То есть он будет хорошим супругом, скроет гимнную память. И если уже дети договорились между собой, если видят, что у них все получается, ну вы же знаете, люб не люб. Это же сразу, это же на полевом уровне. Это вот сейчас там сентиментально смогут за любовь принять. Так же? Вот сегодня люблю, завтра не люблю. А у наших предков знали, что между людьми как бы энергетические такие каналы образуются. И среди супругов, если они наладили эту связь, то для них это очень ценно. Это как и юноша будет, так и девушка следит за сохранность целостной энергетики. Если хоть один из канальчиков порван, то уже всем будет больно, особенно женщины. Если мужчина там посмотрит, хоть в другом городе уехал в командировку, и на другую женщину посмотрел с вожделением, у него бум, канальчик оборвался. Женщина она интуитивно чувствует. Даже современные женщины и те чувствуют, что муж где-то там изменяет мне. Есть такое женщины? Как, слышали об этом? Они не могут оставить. Вот чувствуют, что объяснить не могут. А если с детства объяснять, что вот энергетика, вот эти каналы энергетические, вот. Так это будут ценить. Это все будет священный союз, священен. И порвать никто не осмелится. Потому что это, ну что мы, враги сами себе? То есть женщина как берегиня, она на любом расстоянии своего мужа оберегает, поддерживает, как вторая половинка его на полевом уровне. И если канал обрывается, что если враг себе лишаться такой поддержки на полевом уровне, защиты? Никто это не будет делать, никто не будет подсягать на это. И это все очень ценилось. Тогда никаких измен, никаких не будет ничего. Потому что люди по ним будут осознавать, насколько это все ценно. Вот если детей с детства обучать, ну тогда не будет развала семьи. Как это, я пойду замуж за другого? Не будет там семьи, ни потомства нормально будет. Это все катастрофа, это крах. То есть когда лишается женщина мужа, там вдовой становится, ну это большая трагедия. То есть она лишается, ну всего лишается. Поэтому она естественно ужасово будет беречь, оберегать там. И вот если вот молодые, они вот так вот уже сошлись на полевом уровне, вот тогда уже назначается день свадьбы. То есть свадьба, там собираются все родичи. То есть родичи с моей стороны, родичи с его стороны. Не какие-то там посторонние люди собираются, а именно родичи. Чем больше род, чем больше людей собирается, то есть они понимают, что это не как на современные свадьбы. Напиться, да, можно друг другу набить. Так сейчас там, не понимать до чего. А родичи собираются для того, чтобы воплотить самую мощную душу со своего рода. То есть все в этом заинтересованы. Чтоб воплотился умный, знающий, там честный, добрый человек. Человек. Бога воплотить можно. С такими качествами гениальными. Это же все хотят, чтобы такой родич был. Так же? Кому родич там дебил нужен? Кто за ним захочет общаться? Так же? Воплотить из животного царства можно какого-нибудь там? Ну, животное будет. Кому такой родич нужен? Поэтому родичи все понимали. Ага, хорошо такого родича иметь. То есть гениально. А так же? Поэтому весь род был заинтересован. И когда проводился уже обряд вложения семени, ну, то есть подготавливался храм любви специально, это все мешки садоборного серна брали. Знаете, что такое отборное зерно? Посевное. То есть вот женщины собирались на посиделке, и они знали, вот есть там пшеничка, да? И вот они каждое зернышко отбирали. Ага, вот это вот попорченное. Это там, ну, можно кашу сварить. Вот это вообще разрушенное зерно. Это там птицу можно скормить, или там скотину покормить. О, а вот это целенькое зернышко, кругленькое, ровненькое, без изъяна. Вот это на посев. И вот так они каждое зернышко сортировали. То есть куда? И были мешки с посевным зерном, с отборным. И вот с этих зерен, с этих мешков делалась уже ложа такое, и на нем уже там стелилась постель. Ты смотри, какая энергетика, какой шахте была эта постель. Все было предназначено, чтобы воплотить полноценную душу, чтобы вихрь половой энергии раскрутить такую мощность, чтобы Бога можно было воплотить. И тогда уже делались различные арканы, это и цвет, и запах, и металлы, и минералы, и растения, и животные. То есть создавались на этот благоприятный момент времени, чтобы максимальную силу притянуть. Это храм людей создавался такой. И когда подходил благоприятный момент времени, супруги, значит, молодожены шли зачинать, значит, этого Бога там. А все родичи, они не просто там сидели, они на полевом уровне, все женщины поддерживали девушку, все мужчины рода поддерживали юношу. То есть отдавали ему энергию, раскручивали его. И они там мощные становились. И они могли раскрутить вихрь половой энергии такой мощности, чтобы могла воплотиться великая душа. То есть вы знаете, подобное притягивается подобным. Яблоко от яблони недалеко падает. Если муж там залез на жену и с полупьяной, или с просони там капнул ей, ну вот такой самородок и получится. Вот такая энергетика у него будет, дохляк такой. А если у них там, ну можно раскрутить так вихрь, что и мебель летать по комнате будет. Я не шучу. То есть вихрь может такой, очень мощный. Чем мощнее вихрь, тем мощнее душа может воплотиться. То есть подобное притягивается подобным. И если роду удавалось раскрутить этот вихрь у молодоженов, то воплощался вот этот первородный ребенок. Вы смотрите, во всех народах, во все времена, самая большая ценность в роду, это были первородные дети. Ну кто историю изучал? Так же? Во всех народах. Только у нас не объясняют историки, а что это первородные такие ценные. А во всех народах было. То есть мужчины хоть погибают, а первородных спасают. Враги специально хотели первородных или уничтожить, вырезать, или же захватить себе. Потому что первородные, они воспитывались отдельно от других детей. То есть считалось, что это лидеры, это элита рода. То есть это самые талантливые, самые лучшие. Те, которые будут управлять всему родом. Вот мы заинтересованы, чтобы нам лучше управляли. Так же? Никакие это там недоумки. Так же? А чтобы действительно лучшие были. И вот это были первородные дети. Их у них отдельное воспитание было. То есть они как бы отдельно содержались. То есть считалось, что они принадлежат не семье, принадлежат всему роду. Это самое ценное достояние в роду. Поэтому враги хотели уничтожить или захватить себе, чтобы их заставить работать на себя. Теперь понимаете смысл первородных детей? Нам необходимо это в обществе. Элита такая первородных. Когда весь род воплощает лучшего представителя. Как вы, это свято для нас или не свято, первородные дети? Вот если это действительно так. Священно. Да, это для нас священно. То есть это нужно восстанавливать. Это необходимо. Это нам выгодно всем. Улавливайте, насколько это все важно. И вот как раз ответственность, мы с этого и начали, это как раз понимание того, ради чего семья создается. Ради чего начинать. А у нас так говорят, ну вы до свадьбы попробуйте, забеременела, беременная на свадьбу идет, да и что там будет хорошего, что там толкового. А если и юноша, и девушка будут осознавать все это, разве будет такое? Они же не враги сами себе. Просто современная молодежь, они не знают таких нюансов. Если им все это рассказать, они скажут, это ведь действительно. Что на поводу этой похоти идти? Вся жизнь будет разрушена. И детей нормальных не будет там. Ведь вы же знаете, с какими мыслами юноша, девочки, бросит семя, то из нее и получится. Если он к ней относится как к объекту похоти, то из нее, блядь, получится. Ну, блядь, это многолюбивая. Б, лада, да? Большая лада. То есть у нее программа в похоти включается. Если же он относится к ней как к богине, как к матери своего будущего потомства, вот тогда она и будет нормальных детей рожать. Если с другими мыслями, то все это искажение будет. И какая нормальная девочка подпустит себе похотливого такого самца? Чтоб он ей испортил всю жизнь? Чтоб они дети потом в старости прирезали или в дом престарелых сдали? Зачем такие дети нужны? А сейчас это, видимо, сплошь и рядом происходит. Вот видите, ценности какие? Которые нам навязываются, там, инородцами, и которые в каждом народе ценные. То есть, говорят, у другим народа можно там жить, а мы не должны так жить. То есть у нас интернационализм должен быть, смешанные браки должны быть. То есть нам это не выгодно. И никому это не выгодно. И это нормальное взаимоотношение между другими родами и народами. Я хочу так жить. И пусть другие народы так живут. Это прекрасно и хорошо. Так же? То есть у нас мы должны родами быть. Вот тогда будет крепкий народ и крепкая держава будет. А если все это смешиваться будет, то никому это хорошо. Это будет только полезно паразинам, которые хотят за наш счет жить. Которые не имеют никаких талантов, но хотят над нами властвовать. Вот им это выгодно. А нам это выгодно. Не выгодно. Поэтому вот и необходимо восстанавливать родоплеменной строй. Это нам говорят, что первобытный общинный строй, это там отстой такой. Так же? Ну это ассоциация у нас на уровне каменного века мы должны жить. Так же? С каменными топорами бегать, там в шкурах. Так же? А первобытное это первое бытие, изначальное бытие. Это то, что заповедано нам богами и предками. То есть лучше первобытного общинного строя ничего придумать невозможно. Потому что если мы не пользуемся опытом предков, то есть вот этим первым бытием, которое изначальное, то мы опять колесо будем изобретать. Что нам изобретать, когда все наши предки нам дали, как жить нам? Существует правило, кто не использует опыт предков, он обречен совершать их ошибки. Так зачем нам совершать те ошибки, которые наши предки уже прошли? Давайте опытом предков пользоваться. Вот это и есть первобытный общинный строй. Они нам заповеданы, но самые идеальные, как семья должна быть общество, как общество должно быть устроено, как государство. Вот это наш строй. Мы тогда хотим жить, и пусть другие народы точно так же живут. Прекрасно и хорошо. Тогда будет дружно и мирно. И не будет никаких паразитов ни у нас, ни у других народов. Так же? Вот тогда и нормально жить будем. А пока там негодяи к власти прорываются, то есть самородки вот эти вот, вот они нас за лбами и сталкивают. Нам это невыгодно, и другим народам невыгодно. Поэтому мы сами даже это восстанавливаем, и другим народам помогать в этом плане. Вот тогда и будет мир между народами. А не раздавай, который. А они в мутной воде тут рыбку ловят, сталкивают нас на лбами там. И в результате там паразитируют за наш счет. Поэтому они никак не хотят, чтобы родоплеменной строй восстановился. То есть это сразу же нам будет экстремизм приписываться. А, вы хотите размножаться, вы хотите крепкую семью иметь, вы хотите крепкую державу, значит вы экстремисты. Вы же слышали, что лозунг уже русский значит трезвый, уже признается экстремистским. А я смеюсь, но говорю, скоро отклонение от вражеской пули будет приравнено к государственной измене. Поэтому нужно понимать, что для нас истинна ценность. Мы хотим так жить. И нужно и другим народам обучить точно так же жить. Тогда у них претензий не будет к нам. Никто не скажет, что это там экстремизм, шовинизм какой-нибудь. Это прекрасно и хорошо жить. Племенем, родом, народом. Пусть другие народы точно так же живут. Это всем будет хорошо от этого. Кому от этого плохо? Никому от этого плохо не будет. Мы плохо только паразитам. Поэтому они будут на нас ярлыки, естественно, вешать. Каких-нибудь там шовинистов, или как они там нас ругают. Ну да, они ярлыки понапридумали всякие разные. Вот и вешают на нас. А мы должны осознавать, что цены для нас, и отстаивать. Потому что если мы не отстоим то, что для нас свято, значит, вымрем как мамонты. То есть вот это вот основа. И это мы имеем право по Конституции, полное право восстанавливать родоплеменной строй. То есть нам никто не может этого запретить.